Зачем русским строить авианосцы? С какой целью? С кем они собираются воевать? Так ли это на самом деле? И что есть на руках у Министерства обороны Российской Федерации, чтобы при необходимости отправить на дно военно-морские силы США? Мы начинаем. Традиционно авианосная ударная группа состоит, собственно, из авианосца, имеющего на борту 60-70 самолетов, ракетного крейсера и 6-8 судов охранения, включая эсминцы и фрегаты, а также многоцелевые атомные подводные лодки. Палубная авиация считается основной ударной силой авианосной ударной группы, а корабли сопровождения обеспечивают безопасность плавучего аэродрома. Однако они сами также могут выполнять наступательные операции ракетными ударами при поддержке авиакрыла, которые осуществляют патрулирование и противолодочную оборону. Таким образом, Пентагон обладает гибкой военной морской силой, способной действовать как в открытом океане, так и возле побережья противника. Уничтожение авианосной ударной группы военно-морских сил США – это нетривиальная задача. Во-первых, к ней сперва надо как-то подобраться, а дальность полета противокорабельных ракет «Тамагавк» BGM-109B составляет 600 километров. Действие палубной авиации – всего 700 километров. Во-вторых, американские корабли оснащены весьма эффективной системой «Про ИДЖИС». Противоракета «Стандарт СМ-3» способна избивать не только баллистические ракеты, но и даже спутники. И что же можем мы им противопоставить? Первое, что приходит на ум – это широко разрекламированная гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая должна заменить устаревшие граниты. Ракета еще не принята на вооружение, поэтому данные о ее дальнобойности разнятся. В одних источниках указана цифра в 400 километров, в других – 600, в третьих – даже 1000. Вероятно, наиболее точной является вторая. При гиперзвуковой скорости полета «Цирконы» должны проходить систему «Про противника», как раскаленный нож сквозь масло. Но есть одна проблема. У нас в военно-морском флоте не так много больших надводных кораблей, которые смогли бы стать их носителями. Это оба наших тяжелых атомных ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Возможно, наш авианосец «Адмирал Кузнецов» и линейка фрегатов серии «Адмирал Горшков», которую еще только предстоит всю построить. Безнаказанно приблизиться на дистанцию нанесения ракетного удара ни одному из этих немногочисленных кораблей авианосная ударная группа не позволит. Поэтому основные надежды на уничтожение авианосцев возлагаются на многоцелевые атомные подводные лодки проектов «Ясень» и «Антей», а также перспективных «Хаски», которые предназначены для скрытного прохода и нанесения ракетного удара. Сейчас «Цирконы» успешно обкатываются на субмарине проекта 885 «Ясень» К560 «Северодвинск». Гораздо больше возможностей для уничтожения авианосной ударной группы представляют противокорабельные ракеты воздушного базирования. Тут у нас есть из чего выбирать, но прежде необходимо сказать пару слов об их носителе. Минобороны Российской Федерации проводят глубокую модернизацию своих стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков до уровня Ту-22М3М. На них возвращены специальные штанги, позволяющие производить дозаправку в воздухе. За счет этого дальность полета увеличится до 7000 километров. Но еще важнее оснащение «Бэкфайра», как его называют в НАТО. Новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, унифицированным Сту-160М «Белый лебедь», что позволяет повысить эффективность управления вооружением. Что же оно собой представляет? Прежде всего, это новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-32. Дальность их полета составляет 1000 километров, что позволяет приближаться к авианосной ударной группе противника и наносить удары с безопасного расстояния. Что еще важнее, ракета специально создана для преодоления системы PRO-AGES. Она летит на высоте, превышающую дальность ее действия, со скоростью 1,5 километра в секунду, против 800 метров в секунду американской противоракеты SM-6. И на финальном участке атакует под крутым углом, затрудняющим перехват. При этом Х-32 непрерывно маневрирует в полете. Эффективно противопоставить ей можно только одновременный залп нескольких противоракет. Имеются расчеты, согласно которым на перехват одной российской противокорабельной ракеты придется потратить до 12 противоракет. Если будут выпущены сразу три Х-32, то на них весь свой боезапас истратит сразу два американских эсминца Ура. То есть атака одного Ту-22М3М с тремя ракетами обнулит оборонительный потенциал сразу двух кораблей охранения авианосцев. Нетрудно подсчитать, сколько бомбардировщиков понадобится в составе эскадрильи, чтобы в конечном итоге добраться до самого авианосца. Еще хуже авианосной группе противника придется, если наши стратеги будут вооружены гиперзвуковыми кинжалами. При той же дальнобойности, что и у Х-32, они имеют скорость вдвое выше, что будет огромной проблемой для Иджис. Следует учесть, что Ту-22М3М сможет принять уже 4 кинжала, повысив эффективность атаки. Ну и наконец, последний аргумент. Супердальнобойная ракета Х-101 и Х-102. В ядерном варианте она может нести боеголовку мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны, достояние которой она сможет преодолеть составляет 5,5 тысяч километров. Точность поражения достигает 10 метров, но для ядерной боевой части это уже не так принципиально. Есть версия, что данная ракета может стать на вооружение у сверхзвуковых Ту-22М3М. А что думают наиболее продвинутые зрители канала ТопАрми? Поделитесь своим мнением и рассуждением по этому поводу в комментариях под видео. Ну а также, чтобы дотянуть ролик до 8 минут, добавлю вам сюда еще одну новостенку. А новостенка у нас это про 15 кораблей Балтийского флота, которые провели учебный артиллерийский бой. Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. В морских полигонах в Калининградской области. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в маневрах участвовали более 15 боевых кораблей флота. В том числе, корветы Бойки и Сообразительный, малые ракетные корабли Советск, Мытищи, Зеленый дол, Серпухов, Посад, ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики. Помимо розыгрыша артиллерийского боя, экипажи кораблей отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям. Вражеское нападение с воздуха имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота. В это время радиотехники боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчетами артиллерии отработали отражение ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа. Попутно экипажи тренировались в поиске и слежении за подводными лодками условного противника. Выполнили глубинные бомбометания и минные постановки. Искать эти мины с использованием контактных тралов уничтожать корабельным вооружением предстоит тральной группе. Очистив фарватер, базовые и рейдовые тральщики проведут по нему отряд кораблей. В ближайшее время боевые корабли начнут возвращение в пункты постоянного базирования, дислоцированные на территории Калининградской области. Тем временем, артиллерийские стрельбы проводят и на Северном флоте. Фрегат Адмирал Горшков сегодня выполнил артиллерийские стрельбы по береговым мишеням, позициям из установки А-192. На отдельных этапах выхода в море экипажи фрегата отработает взаимодействие со спасательным буксиром Алтай. Кроме того, Адмирал Горшков проведет и ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть. Ну а на этом все, вы были на канале ТопАрми. Не забывайте подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии под видео. Ну а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме, там очень много интересного. И да, я там выкладываю свои видео из личного архива, так что обязательно подпишись, если тебе это интересно. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok